Ом Ти Ви Юэй про головне. Все это дается непросто, потому что бросает большие силы враг. Бандеры накрыли дважды наше построение. Каким же надо быть идиотом? Проводить построение в зоне действия дальнобойной артиллерии противника и их его системы реактивного залпового огня. Будет ли вообще трибунал? Помогает весь мир, поэтому стремительного какого-то прорыва ожидать не стоит. Сейчас наши парни при поддержке артиллерии завязался очень серьезный бой в городе, потому что противник непосредственно там заливался бетоном, готовил фортификационные сооружения. И сейчас, в принципе, там ситуация не такая простая. Что они рассказывают о том, что у них нет вооружения, им недостаточно снарядов. Все у них есть, у них прекрасно работают БПЛАшники. Говорить о том, что сейчас они где-то поломаются, нет. Они будут так же копать, они так же будут укрепляться. У них есть на это прекрасно все возможности. Здравствуйте, друзья мои. И вот как-то настало время вроде как подвести итоги. Вот все это на самом деле сплетается воедино, все эти темы. И то, что нам будет, и то, что было, и судьба Мурзе. Ну давайте начнем, наверное, с этого двухлетнего, ну то, чтобы юбилей, с двухлетней даты. И давайте посмотрим, что говорили накануне разные лица. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Хватит дня, потом падение города. Бруль поднимет, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Помните все эти настроения? За два дня, прочее, прочее. Вот такие вот шапка закидательские. Опять-таки, другая еще новость, тоже печальная. Бандеры накрыли дважды наши построения, наши плотные, так сказать, плотные групповые цели. Первый раз это было у села Тордовское. Там 36-я бригада выстроила, была построена в ожидании приезда, там сказать, генерала. Именно туда ударили кассеты, по-моему, это были кассетные боеприпасы. Простите, это были хаймерсы. Вот это построение было вскрыто с помощью дрона, дрона вражеского. И, соответственно, та сторона, люди стоят в строе. Там три рота стояла, 36-я бригада. Там очень-очень много жертв. Я не знаю точное число, говорят, за 60. И спустя два дня, нет, полторы суток не прошло с этого события. Уже на Херсонщике, на Херсонщике, простите, у села Подкалиновка. Там тоже выстрелили для награждения на полигоне. Выстрелили бойцов там, ну, комсостав морских пехотинцев, мотострелковые бригады, вот, и артиллерийского самоходного полка. И, естественно, они, опять же, были засечены с вражеского дрона, и туда прилетели опять те же хаймерсы, кассетные боеприпасы. И там очень-очень многие полегли. Я вот думаю, слушайте, вот, каким же надо быть идиотом, чтобы давать команды на построение, я говорю о наших командирах-лампасниках, да, и о тех, кто отдает приказ, и кто его выполняет. Чтобы в зоне их на втором году, уже через войны, почти через две года, проводить построение в зоне действия дальнобойной артиллерии противника и их систем реактивного залпового огня. Понимаете, я не знаю, каким необучаемым надо быть, чтобы маниакально продолжать эту политику построения. Нет, я служил в советских вооруженных силах, я маразму не удивляюсь, потому что видел, как он там процветает. Но это же война. А будут ли вообще трибуналы над теми лампасниками и подчиненными их, кто, собственно, отдавал приказания на построение людей, на построение людей в опасной зоне? Будут ли работать особый отдел? Вот если же в армии военная, это контрразведка, да, это, собственно, занимается, еще при Сталине был он создан, чтобы контролировать командиров, чтобы они совсем от безнаказанности и от власти на жизнь и смерть людей не сходили с ума, не впадали в самодорство. Вот был особый отдел. Если военная прокуратура сработает, граждане Шойгу, Герасимов, они напишут приказ о запрете построений в зоне действия дальнобойной арты, в условиях действия дронов и спутников тоже, когда все это онлайн попадает на планшеты, так сказать, в управляющие центры вооруженных сил Украины. Потому что, видимо, рассчитывать на соображалку самого большезвездного начальства не приходится. И здесь нужны, кстати, говорящие показательные трибунали. Вот эту спесь высокого армейского начальства, вот это самодорство, и надо лечить очень-очень жестокими методами. Анатолій Храпчинский, заступник гендиректора компании из виробництва засобов радиоэлектронної боротьбы и авиаційный эксперт. У нашему этері пане Анатолію, доброго дня. Доброго дня. Мусимо начать с нынешней ночи, с этой атакой. Фантастичный результат 89 из 89, но знаем, что были и фальш-пуски, и кинжал начебто летел, но не было пуску. Так само тушки вдавали, что працют, но не працювали. Анатолий Храпчинский, чого намагалися росіяни у такий спосіб досягнути? И че ця нічна атака дае им много информации, зокрема и про наше ППО, про то, как плановать подальши ракетные и дроновые удары? Безумовно, тут слід зауваживати, что Россия активно використовала и разведывала данные отриманки в такий спосіб. Тобто тут идет потуже навантажение на нашу засобу ППО за рахунок дешевих засобів ударных дронов типу шахет. И одночасно поднимается стратегическая авиація, застосовываются літаки МИК-31 с бусим-то запуском швидких целей кинжалей. Это смущает включаться на повну нашу засобу ППО. И Россия намагается снимать данные для того, чтобы отримать информацию, где стоят наши засоби, для того, чтобы в дальнейшем строить наступные шляхи прохода уже крилатых ракет або каких-то других аэробалістических сил. Добрый, Анатолий, а скажите, пожалуйста, каким чином они снимают информацию про наше ППО, если мы объяснимаем, что большинство сил обороны сбивают зенитными засобами цих шахетов, то мы не палимы свои ППО, и где они перебывают в данный момент. Как они снимают информацию? На жаль, некоторые засоби безполотные облаштованы, например, або элементы мобильного связи, которые позволяют в оперативном часе отримать, на каком этапе, из них связок, або пропало возможности отримать информацию. Это позволяет россиянам подавать точки, где были снищены непосредственно самі ці засоби. Ну и снова-таки, надо не забывать про наших людей, которые активно снимают работу противоположной обороны, что помогает тоже россиянам отримать информацию. Но это же НИЧ, и это мобильные группы. То есть оно им никак не может помогать уразить нашу систему? Мобильные группы выполняют функцию снищения. Если мы говорим про засоби выявления, то они включаются на потужно, потому что они ожидали запуск из стратегической авиации, потому что они подходили до двух точек опуску. Это было и район Волгодонску, и Каспию. Они усвоили маневры типа пуску ракет, поэтому, в принципе, это примушевало наши засоби радиолокации работать для того, чтобы выявлять, что изъявилось поведение на север. Тем паче, что они использовали даже засоби створения омана, введения омана за рахунок засобей радиоэлектронной борьбы. А как они это делали? Как они это делали? Это, смотрите, радиоэлектронная система работает по принципу запуска импульса, который, например, отображается и попадает на антену, и его принимается. А россияне запускают то же самое. Все это дается непросто, потому что бросают большие силы враг. Ударные беспилотники, которые работают, в принципе, все, что на том направлении есть, все брошено на отражение нашего наступления. Ну и вот новая тактика, возможно, не новая, но вот об этом мы узнали, общаясь с гражданским населением, которое было...